Самарские медики рассказали, как защититься от пневмонии. Ежегодно в регионе ей болеют 15 тысяч человек. Практически половина – люди трудоспособного возраста. Кто и когда должен прививаться от пневмококковой инфекции? И кому положена бесплатная вакцинация от порой смертельно опасного заболевания? Выяснили наши корреспонденты. Пациентка пульмонологического отделения Ирина Константинова сейчас готовится к выписке. Позади 12 дней в больничных покоях. Заболел, я так думаю, от сквозняков. Когда была жара, устраивали дома сквозняк. Скорее всего, меня продуло. У меня поднялась высокая температура. Она у меня держалась два дня. Я вызвала врача на дом. Мне сделали флюорографию и определили, что у меня левосторонняя пневмония. Ежегодно в области пневмонии болеют более 15 тысяч человек. Главный возбудитель заболевания – пневмокок. Раз он главный возбудитель, значит, мы должны как-то постараться спрофилактировать. Чтобы у тех людей, не у всех людей, которые его, так сказать, получили, грубо говоря, вдохнули, или еще как, чтобы не обязательно развелась пневмония. С этой целью и проводится вакцинация. Для детей до года и людей старше 65, страдающих хроническими болезнями легких, она бесплатна. Все остальные могут привиться за собственный счет. Мы могли бы предотвратить, если бы прививались и активно относились бы к сохранению своего здоровья, мы могли бы предотвратить 80 смертей. Соответственно, это сохраненные жизни, соответственно, это люди, которые работали бы. В среднем такая прививка вместе с консультацией специалиста стоит порядка 2,5 тысяч рублей. Однако врачи на здоровье экономить не советуют и напоминают. Затраты на вакцинацию не сопоставимы с затратами на лечение, которые могут составить более 20 тысяч рублей. И это при условии, что болезнь протекает без осложнений. Анастасия Гончарова, Александр Ерофеев, Новости губернии.